Родители уже давно легли спать, а я всё сидела на поддоконнике с телефона в руках. Настроение было на нуле. Сегодня был очень неудачный день, он не задался с самого утра. Я поссорилась с лучшей подругой из-за какой-то глупости, а потом ещё и получила двойку в школе. Хотя обычно я учусь на отлично, но, наверное, сегодня мне просто не повезло. Не мой день. После обеда я собиралась в гости к сестре, но мама, узнав про двойку, никуда меня не пустила. В итоге мы поссорились. Мама, наверное, сегодня встала не с той ноги и припомнила мне все мелкие неприятности, которые я ей доставила в последнее время. И папа её поддержал. Оказывается, я всех достала. Так хочется уйти куда-нибудь из дома, куда глаза глядят, а может даже в лес и потеряться там. Интересно, они будут по мне плакать? Вдруг я услышала очень тихий, сиплый шёпот. Я отвлеклась от телефона и начала вглядываться в темноту окна. Стало очень страшно. Снова раздался этот голос. Выходи. Я отложила телефон и спросила. Кто ты друг? Присмотревшись, я разглядела за окном какое-то белое пятно, похожее на моей голове. Да, это так и есть. Ты тоже можешь отвечать немысленно, и я тебя услышу. Окей. Ну что, слышишь меня? Конечно, слышу. Ведь я твой друг. Настоящие друзья всегда слышат и чувствуют друг друга. Что-то мне стало страшно. Откуда ты взялся? Не надо меня бояться. Я хочу тебе помочь. Ты можешь пойти со мной. Ты же хотел уйти из дома. В лес. Откуда ты знаешь? Ты читал мои мысли? Ты что, какой-то экстрасенс? Немножко. Ну что, ты готова? Выходи. Я жду тебя. А может, не надо? Нет, ты нужна нам. А им нет. Не бойся, тебе будет хорошо с нами. Да, я хочу, но я должна попрощаться с родителями. Я люблю их. Это ни к чему. Они снова будут ругаться, злиться, кричать на тебя. Они никогда не пустят тебя к нам. Да, ты прав. Выходи. Я жду тебя. Я жду тебя. Ты нужна нам. Выходи. Да, я выхожу. Я пойду. Ты где? Субтитры сделал DimaTorzok